Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы разговариваем об алденоне. Очень неочевидный препарат. Так что стругайте свои фитнес-батончики, заваривайте БЦА и мы начинаем. Итак, дорогие друзья, первое, о чем хотелось бы поговорить. Балденон на просторах интернета заявлен как абсолютно безопасный препарат. Однако это не так. Давайте разберемся и подумаем, в чем все-таки подвох такого препарата, как болденон. А подвох в том, что если вы зайдете на ПАПМЕД, вы увидите, что болденон очень хорошо изучен на лошадях, максимум крысках. И нифига не изучен на людях. И все, что мы, соответственно, имеем, ту информацию клиническую по болденону, оно передается из уст уста. В частности, его якобы антиэстрогенный эффект. Я такое, конечно, наблюдал на некоторых пациентах, а на ком-то и не наблюдал. Насколько он выражен, тоже, соответственно, несколько непонятно. Поэтому, соответственно, мониторинг эстрадиола также необходим с болденоном. И получается, что из-за того, что мы не можем клинически точно предсказать, насколько будет выражено падение эстрогенов, или не будет выражено вообще, опять же, вопрос употребления количества других препаратов анаболических с болденоном вызывает вопрос. Поэтому, конечно же, нецелесообразно не сдавать эстроген. Мы всегда его анализируем и сдаем. Также, дорогие друзья, обращу ваше внимание на то, что, соответственно, необходимо анализировать и прогестерон, и пролактин в начале курса на болденоне. Также необходимо анализировать и сдавать дегидротестостерон. ПСА общий и свободный. И несмотря на то, что у нас официально заявлено, что якобы нету повышения ничего, никаких нет побочных андрогенных эффектов и так далее, на сегодняшний момент, повторюсь, нет достоверной клинической информации на, соответственно, влияние прогестерон, на влияние на пролактин. То есть, мы не можем 100% исключить, что на какого-то пациента. Опять же, напомню, в случае с пролактином у нас очень много невыявленных пациентов с гиперпролактинами. Поэтому, конечно же, мы обязательно все андрогены сдаем, в том числе и прогестерон. Смотрим, что на входе и смотрим, что у нас после 2-3 недель введения болденона получилось. Тогда вы поймете, как индивидуально на вас влияет данный препарат. В контексте его употребления для реабилитации или, соответственно, для набора мышечной массы. Все равно ориентируйтесь в ход-выход. Сколько, соответственно, было, сколько, соответственно, стало. Ну, выход имеется в виду не из препарата, да, а вот вы загрузились болденоном, 4 недели прошло. Наверняка 100% он уже подействовал, раскрылся, что называют препарат, да. И вы смотрите, что стало. Рост элитропоицина, рост элитроцитов у нас. Соответственно, конечно же, на болденоне это проблема, которая, в принципе, заслуживает отдельное внимание. Так как, с одной стороны, она вроде бы не проблема. И все это позволяет препарату оказывать те, так скажем, анаболические эффекты выраженные, которые, соответственно, ждут от них товарищей качки, и которые мы иногда ждем после операционный период. Может быть, потери крови у пациента была, и это будет хорошо. Но, с другой стороны, да, мы должны понимать, как у нашего пациента работают почки, и как у него работает сердечно-сосудистая система, и какая у него каваллограмма. Поэтому, в первую очередь, мы должны задуматься о сдаче и мониторинге каваллограммы на протяжении всего курса. Поэтому, если эстрогены с болденоном мы сдавали, ну, на, как я уже говорил, перед курсом и через 4 недели, то каваллограмму мы сдаем уже в динамике. Можно посдавать ее каждый третий день в течение, там, 10 дней, то есть в районе 3 анализов каваллограммы будет. И мы увидим, как она меняется. И это очень и очень важно, потому что это повышенный риск тромбозов, это изменение артериального давления, ну, и все другие сердечно-сосудистые события. Также следует не забывать о том, что болденон может воздействовать на ваши почки. Для того, чтобы исключить патогенное воздействие на ваши почки болденоном, да, и вспоминаем, он стимулирует их. То есть то, о чем мы сейчас говорили, про электропоэтины и так далее. Поэтому мы делаем, во-первых, УЗИ почек. Проверяем чистые, без новообразований, хорошие, качественные почки. Нет никаких недостаточностей почечных и так далее. Потому что людям с заболеванием почек, конечно же, болденон это не совсем ваш препарат. Но, опять же, нужно разобраться в контексте анамнеза, какие и так далее. На что, конечно, этого видео не хватит. Но все равно я бы вообще не стал рисковать и работать болденоном с людьми с заболеванием почек. И вообще у людей, у которых есть выраженные заболевания почек, ну, анаболические стероиды, прямо скажем, это не самый лучший ваш выбор в принципе. Помимо УЗИ почек, ну, мы можем заодно сделать УЗИ, кстати, брюшной полости, было бы неплохо. И делаем ренино-альдостероновую пробу. Также измеряем калий, магний, натрий, хлор, микроэлементы. И, соответственно, получаем информацию плюс-минус, как у нас работают почки. Конечно же, общий анализ мочи, ну, просто обязателен. Просто обязателен. Вот. И переходя, соответственно, от почек к инсулинорезистентности. У болденона ярко выраженное свойство повышать аппетит. На сегодняшний день я находил информацию, что якобы от этого повышается лептин. И таким образом, соответственно, если лептин у вас будет повышен, да, болденон, с одной стороны, сожгет жир, а с другой стороны, в будущем, когда у вас рано или поздно будет ПКТ и так далее, если он действительно повышает лептин, то мы увидим набор веса. Поэтому, соответственно, вообще количество лептина нужно тоже контролировать, нужно сдавать. Вход, да, лептин сдается на входе, перед употреблением препарата, во время, в динамике. И, соответственно, что-то с ним делать нужно начинать, когда вы будете отказываться от препарата или, может быть, даже уходить на послекурсовую терапию. Также нужно помнить, что с болденоном высокий риск новообразований подкожных. Ну, чаще всего это в виде жировиков выглядит или так называемых липом. Однако, отнеситесь к этому серьезно, их может быть достаточно много. Поэтому, не советовал бы я вам, в принципе, вышеперечисленные побочные эффекты, да, употреблять болденон каких-то ведрами. Сразу начинать. Постепенно начиная, соответственно, с минимальных дозировок. Дорогие друзья, по поводу болденона и реабилитации. Я думаю, по поводу набора мышечной массы, все понимают, что в рамках набора мышечной массы, соответственно, болденон не очень эффективен, если мы смотрим его использование соло. Но вот в реабилитации возможно его использование соло, пациентам с метаболическим синдромом, особенно мужчин, у которых выражены, соответственно, всякие гиперэстрогеномия выражена, да, выраженный метаболический синдром. Вот мы здесь можем поработать в короткие сроки болденоном в тех случаях, в которых мы увидим, соответственно, повышение анаболизма, где, возможно, была яркая потеря крови или высокий ферритин. Какие-то мы не выявили скрытые воспалительные процессы, и мы можем реализовать этот ферритин за счет болденона, потому что болденон реализует ферритин, то есть в теории должен повысить количество трансферритина и, соответственно, реализовать его. Железо сывороточное помочь. Но, опять же, это только по некоторым данным, которые нужно уточнить. Обязательно мне пришлите все ссылки, которые у вас есть, информация на болденон, что он еще может повышать, побочные эффекты. Мы будем об этом разговаривать, потому что, повторюсь, на сегодняшний день клинических данных очень мало о болденоне. Вот подходит тайминг, есть еще информация, но я думаю, что мы отсудим ее в других видео о болденоне. И, соответственно, повторюсь, что использование любых анаболических стероидов – это тонкий инструмент в руках врача, и не следует ими злоупотреблять так, чтобы бесцельно, чтобы просто бицуха наросла, так скажем, лишний сантиметр. Нужно делать это обдуманно и оправданно, без ущерба вашему здоровью или, опять же, употреблять огромное количество БАДов и различных препаратов, чтобы минимизировать эти побочные эффекты. О чем мы с вами и разговариваем на моем канале в этих видео. Так что видео несут крайне важный характер, не агитируют за употребление и не агитируют против употребления, а показывают медицинскую, в первую очередь, составляющую употребление анаболических стероидов и заболеваний, при которых можно их употреблять. В том числе и спортсменам, страдающим, так скажем, той же анемией, да, вот, опять же, попадались не исследования при употреблении Балденона девушками, спортсменками, ну, купировали анемию в некоторых случаях, да, вот. Но, опять же, вопрос остается открытым, пишите, вдруг вам интересно, дорогим дамам будет интересно употребление Балденона, да, обсудить этот момент и здесь. Свои минусы и плюсы, но минусы мы должны научиться купировать, дабы вывести в первую очередь, на мой взгляд, очень продуктивно выводить пациентов из острых состояний. В случае, конечно, если законодательство вашей страны, опять же, позволяет это делать. Это тоже немаловажный факт. А если оно не позволяет это делать, и вы самостоятельно решили приобретать эти вещи, то проверяйте надежность товарищей. Советуйтесь с какими-то людьми, которые уже проверили вот эти вот надежные места, куда вы пойдете искать все эти запрещенные вещи. Но, однако, посмотрите в вашей стране, возможно ли их получать на руки, не является ли это запрещенной ситуацией. Поэтому не забывайте, не забывайте сверяться с уголовным кодексом вашей страны, дорогие друзья, при употреблении и приобретении данных препаратов. С вами был доктор Кравцев. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вас всех жду на своих платных онлайн консультациях. И да пребудет с вами здоровье!